Дома тоже должно быть безопасно. За этим следят управляющие компании. Мой коллега Евгений Сиземов находится рядом с одним из домов, в котором сейчас идет дезинфекция. Женя, здравствуй, ты в эфире. Добрый день, Саша. Во время режима самоизоляции особое внимание уделяется санитарной обработке подъездов. Сотрудники управляющих компаний ТСЖ обязаны регулярно дезинфицировать подъезды и лифты во всех домах во время пандемии. Особое внимание уделяется контактным поверхностям. На обработку одного дома у жилищников уходит более 100 литров дезинфицировающих средств. О том, как построена работа управляющих компаний, нам рассказал Виталий Данилов, председатель жилищного контроля городского хозяйства. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора, управляющими организациями, мероприятия по дезинфекции проводятся ежедневно. То есть особое внимание уделяется естественным поверхностям, с которыми жители непосредственно имеют контакт. Это ручки, перила, кнопки домофонов, панели управления лифтом. То есть контролируется это департаментом городского хозяйства и государственной жилищной инспекцией. Работники управляющих компаний замечают, что многие жильцы домов не соблюдают режим самоизоляции. На какие-либо замечания не реагируют. В особенности это касается пенсионеров, говорит нам Галина Абаянцева. Большинство пожилых выходят в магазины без масок. Начинаешь говорить им, пожалуйста, оставайтесь дома, вызовите по горячей линии волонтеров. Если у вас нет детей или детей своих, чтобы вам принесли, просто махнут рукой и идут дальше. Если в вашем доме не проводят дезинфекцию или она некачественная, вы всегда можете обратиться в свою управляющую компанию или сообщить об этом в Роспотребнадзор. Александра. Спасибо, Евгений. Напомню, в Тюмени продолжается дезинфекция домов.